Всем добрый день! Это проект Редколлегия Читару. Меня зовут Андрей Козлов, я редактор Читару. И сегодня мы в гостях у сенатора Российской Федерации от Забайкальского края. Исполнительный орган государственной власти Забайкальского края. У Баира Байсхалановича Жамсуева. Добрый день! У Баира Байсхалановича свой кабинет в администрации Гинского Бурятского округа. Мы в нем находимся. И мы сегодня приехали взять у него большое интервью. Но мы не будем писать огромную редколлегию на все темы на свете. Мне хотелось бы сегодня поговорить с Баира Байсхалановичем о... Ну, я, может быть, не совсем правильно сформулирую, о национальной идентичности Бурят. О том, насколько это важно для бурятского народа, который живет на территории Гинского Бурятского округа. Я не раз эту тему поднимал и в интервью с Баира Байсхалановичем, и в своих материалах. И я считаю, что это очень важно. Сохранение этой национальной идентичности не только для Гинского Бурятского округа и для населения Гинского Бурятского округа. И не только для бурят, а и для Забайкальского края, наверное, в целом. И для России в масштабах всей страны. Поэтому, Баир Байсхаланович, а насколько, с вашей точки зрения, удалось сохранить эту бурятскую культуру после того, как округ влился в Забайкальский край? Насколько удалось ее сохранить в границах округа? Ну, я думаю о том, что бурятская культура, в моем понимании, широкая, носит смысл и очень глубокое содержание. Начиная, наверное, с внешнего вида и заканчивая каким-то внутренним миром людей бурятской национальности, которая выражается в соблюдении определенной традиции, в быту, прежде всего, в семье. Ведь, допустим, у бурят всегда обращение к старшим было на «вы». Она, по сути, сегодня остается. Это тоже одна из черт национальной бурятской культуры, когда старшего человека называют на «вы», незнакомых людей называют на «вы». Допустим, я часто, подолго, в своей службе бывал на Кавказе, и сейчас много общаюсь, так на Кавказе считается хорошим тоном обращаться на «ты» и по имени. А у бурят хорошим тоном считается, если ты настоящий бурят, если ты действительно носитель бурятской культуры в таком глубоком его понимании, ты всегда будешь обращаться к старшему человеку, хотя бы даже на год, на два, тем более к своим родителям, дедочкам, бабочкам, только на «вы». Это как раз показатель того, что ты являешься именно бурятом не по паспорту, не по графе национальности, а именно по духу, по внутреннему, так сказать, своему содержанию. Поэтому вот насчет сохранения культуры после объединения, я думаю, что бурятская культура, она всегда существовала в таком смысле, о котором я сейчас сказал, и она закладывается, наверное, прежде всего в традициях в семье. Вот если много говорят о сохранении бурятского языка, невозможно научить ребенка разговаривать на бурятском языке, если он не чувствует в этом необходимости, это раз. Во-вторых, если не разговаривать дома, его невозможно научить бурятскому языку, допустим, в школе или специально в детском садике или на каких-то курсах, если дома люди не разговаривают на родном языке, чтобы это был язык действительно необходимый для того, чтобы понимать окружающий мир, выстраивать какие-то собственные отношения утрасемейные, понимать, какой предмет называется по-бурятски, вот эти вещи. Если дома не будут разговаривать на бурятском языке, независимо, живешь ты в округе, или живешь там в Чите, или в Москве, я знаю очень много семей, которые живут и в Чите, в общем, знаю семьи, которые живут в Москве, и дети у них прекрасно разговаривают на бурятском языке, потому что родители разговаривают на родном языке. И естественно, если ты владеешь бурятским языком, по сути, ты уже являешься носителем бурятской культуры его идентификации. Это фунда. Я стал в своей жизни таким примером, когда хотят выразить предвидительное отношение к кому-то, называют его гаденышем. Вот по-русски это гаденыш. Мы же понимаем весь смысл этого слова. А попробуй его переводи на английский язык. Знаете, как он будет звучать? Нет. Маленькая змейка. Смысл весь теряется. И так много слов и в бурятском языке, которые невозможно всю красоту, нюансы передать именно на русском языке. Потому что она теряется, его глубинный смысл, который в себе носит то или иное слово, или речь, или целый текст на бурятском языке. Совсем другая смысловая нагрузка. Вот эти тонкости, нюансы, они исчезают. Поэтому если говорить о широком смысле сохранения культуры бурятской, это все зависит от того, насколько мы сохраняем родной язык. Не зря сейчас идет достаточно большая дискуссия среди бурят и любых народов, которые не очень многочисленны, масштабы огромной страны, как Российская Федерация и всего мира. Потому что потеря языка – это потеря единчистости, это потеря, так сказать, национальной культуры в широком смысле этого слова. Вот в Агентском округе, я думаю, то, что эта работа идет, она сохраняется. Но, к сожалению, конечно, сегодня подрастает поколение, которое плохо знает, к сожалению, и бурятский язык. Это уже опасно, это страшно с точки зрения сохранения бурятов как народа со своей самобытной культурой. И много в этом отношении принимаются меры со стороны и тех людей, которые именно дорожат своим языком, своей культурой, своей национальностью. И в этом поддержка есть и со стороны органов власти. Поэтому я не могу сказать о том, что в связи с потерей статуса субъекта федерации резко что-то ухочилось. Нет, сохранилась система. Но что-то изменилось? Ну, я бы не сказал, что особо так кардинально. Но в любом случае, конечно же, мы совместно с краем сделали очень много для того, чтобы сохранить некоторые институты сохранения бурятской культуры в широком смысле этого слова. Во-первых, поддерживается преподавание бурятского языка в нейтрешково. Даются возможности учителям бурятского языка повышать квалификацию. Есть определенные связи с соответствующими структурами Министерства культуры, Министерства образования Республики Бурятии. Они здесь бывают часто. Мы туда частенько отправляем своих людей, учителей, которые участвуют в различных конкурсах и так далее. Затем здесь сохранены институты сохранения бурятской идентичности в нашем Магинском Бурятском Овке. Центр развития бурятской культуры. Он здесь краевой, кстати. Краевой театр Амарсейн. Краевая окружная библиотека Министерства Бена Жамсаранова. Краевой краеведческий музей. То есть, это институты, которые направлены. Институт повышения квалификации работников, учителей тоже сохраняется. То есть, эти те институты, которые позволяют проводить работу по сохранению временно-бурятской культуры в широком смысле этого слова. Понятно, что специалистов в Чите никогда не было мощных. Понятно, в силу известных причин. В основном, они были сосредоточены здесь. И, естественно, в городе Улан-Удэ, как все-таки это республика, это центр не только субъекта Федерации Республики Бурятии. Это центр, хотите, бурятского народа, который живет в одногромной территории Иркутской области, самой Бурятии и нашего Забайкальского края. Там сосредоточены все основные творческие научные силы, которые занимаются вопросами развития культуры и языка бурятского народа. И в этом отношении связи все эти поддерживаются. Поэтому я могу сказать о том, что при грамотной поддержке органов государства, власти, бурятская культура, бурятский язык, он сохраняется. Но, конечно, есть вопросы, есть определенные проблемы. И поэтому сегодня мы, разговаривая о полномочиях администрации агентского округа, мы говорим о том, что администрация округа, она должна как бы являться тем органом, который должна заботиться о сохранении развития бурятской культуры в широком смысле этого слова. Здесь и язык, здесь и спорт национальный, здесь и тоже, так сказать, выпусках книг на бурятском языке. Это поддержка газеты «Талон на бурятском языке», которая выпускается здесь у нас в Агинске. И здесь те институты, которые созданы для развития и сохранения бурятского, их надо поддерживать со стороны государства. Поэтому есть некоторые проблемы. Но в целом, я думаю, то, что работа не просела, но есть, конечно, определенные издейки, есть определенные проблемы, связанные с финансированием. Но вы очень аккуратно говорите, как политик. У вас, конечно, было больше возможностей во время... Это еще бюджет был. Дорьба Исклавовна, слушайте, вы политик. Я из вас с трудом буду вытаскивать проблемы. Вы представляете, как вы говорите, официально орган исполнительной власти, губернатор по большому счету. Ну, я все-таки к проблематике. Ну, давайте аккуратно к этой теме подойдем. Чего все-таки не хватает для того, чтобы больше работать с тем, о чем мы с вами говорим? Это же не только деньги, да? Это же какие-то и управленческие усилия. Что нужно дополнительно, может быть, сделать, а для того, чтобы у бурятской культуры было больше возможностей? Ну, не для сохранения, наверное, а для того, чтобы больше людей в том же округе говорили на бурятском языке. Может быть, учителей не хватает в школах, может быть, нужно усилить это направление. Может, больше нужно книг на бурятском языке. Чего все-таки не хватает? Вы знаете, я постараюсь вам откровенно говорить. Вот что такое необходимость, потребность в постоянном глубоком изучении бурятского языка должно быть просто потребностью. Потребностью для того, чтобы получить определенную путевку в жизнь, да, еще какие-то моменты. Но мы живем в многоациональном государстве. Бурятово там всего лишь 500 тысяч человек. Поэтому для того, чтобы человек, твой ребенок состоялся, ему надо где-то учиться. Ему надо получить специальность. Но мы живем в большом государстве, которое называется Российская Федерация, где есть государственный язык, русский язык. Поэтому любому ребенку для того, чтобы стать полноценным, будем так говорить, гражданином, соответствующим образованием специальности, ему надо хорошо знать, какой язык. Русский, прежде всего. Естественно, естественно. Поэтому любое желание любого родителя, прежде всего, конечно, заключает в том, чтобы он хорошо знал, прежде всего, русский язык. Потому что без него он не состоится, как полноценный гражданин, как член-член общества. Правильно же? Ему надо учиться в школе, где преподавание идет на каком языке? На русском языке. Ему надо учиться техниками или высшим учебным заведением. Где? На русском языке. Ему надо где-то жить в обществе, не только в родном селе, где-то куда-то выезжать, где надо разговаривать хорошо на русском языке. Правильно же? Поэтому вот эта потребность, чтобы человек стал полноценным гражданином в таком государстве, да в любом, не только в Российской Федерации, для представителей более малочисленных народов, она очень важна. Вот невозможно жить в скорлупе и говорить только на родном языке. Естественно. Это невозможно. Поэтому вот потребность в хорошем знании русского языка, она подавляет необходимость полноценно учить и разговаривать только на буряческом языке. Понимаете? Понимаете? Она становится языком именно простого повседневного и общения. Телевизор на русском языке, радио. Ну, передача бывает как-то, буряческий. Еще мы изучаем, где-то издаются газеты, да, вот на буряческом языке. Это все необходимо. И потом же и даже учитель русского языка, вернее, буряческого языка, который учится и получает отобразие в той же Бурятии, да, они же тоже не поедут. У них не такой большой спектр приложения своих учений. Это только где школа, где в селах, где преобладающее количество людей в буряческом языке, где можно преподавать этот язык. Потом этот язык, он же никуда особо не нужен в дальнейшем. Но изучил, знаешь язык, литературу, это замечательно. Поэтому это вот эта объективная причина, которая, ну, будем так говорить, нет в этом повседневной, ежедневной, ежеминутной потребности знать свой родной язык. Дома может быть. Вот, ну, можно я просто вас как русский бурято спрошу? Зачем вообще вот ребенку, да, в современной буряцкой семье, ну, представим, возьмем, условно, могу эту, да, вот он растет. Он родился, условно, в 2019 году. Он подрос. Зачем ему буряцкий язык? Скажите мне, как бурято, зачем этому ребенку буряцкий язык? Вот для того, чтобы ощущать себя бурятом и понимать глубину вот буряцкого характера, своей традиции, истории. Но если бы более проще, да, вот если, вот я знаю очень много семей, вот о чем я говорил сначала, то, что бурятов в культуре к старшим обращаться на вы. И вы знаете, семьи, где дети уже плохо или вообще не говорят на буряцком языке, они родители называют на ты. Уже потерялась какая-то изюминка, да, потерялась связь со своими предками. Потом на буряцком языке есть же очень много специфичных моментов, которые можно передавать только через язык, вот, введение своей родословной. Вот, допустим, к какому-то роду относитесь. И уже невозможно перевести на русский язык, допустим, я отношусь к роду Шхарет, да. Вот, Шхарет, ну, как я должен перевести? Я должен выговорить, да. Вот, вот, или там Бадонгуд, или Хальбанность, это надо знать и язык, и по-буряцки объяснять, а чем вот этот род отличается, допустим, от другого рода. Там есть несколько таких характеристик, да. Или следующий момент, очень, наверное, важный, о том, что мы через буряцкие, знание буряцкого языка поставляет, обозначает вот окружающий мир уже на буряцком языке, и он имеет другую какую-то смысловую нагрузку, он звучит совсем по-другому. Вот это невозможно, так сказать, передать, вот, переводя на русский язык то, что вот ты видишь. И потихонечку теряется такая, ты же себе не идентифицируешь именно, ты как буряц, вроде как ты внешне буряц, а внутреннее твое содержание, если ты не знаешь языка, не понимаешь всех тех тонкостей, у тебя же другая. Не обязательно там русская, да, но вырастет он где-то в Англии, да, он только внешне будет как буряц, а внутри он же англичанин, да. Я вот встречался тоже как-то, был в командировке в Парагвайе, там есть русская община. Вы знаете, то, что в Парагвайе есть национальные герои, это были русские офицеры, которые в свое время эмигрировали. И несколько улиц Ашаншиони, это столица Парагвая, носят имена русских офицеров, белого генерала, которые помогли в войне, Чахской войне, отстоянии свободы независимых именно Парагвая, это не национальные герои. А сам Белов еще был этнографом, изучал очень много историй этих южно-американских индейцев. Потом, когда он умер, он завещал то, что его тело для бальзимации отдали индейцам, он уже при жизни был их богом, защищал их свободу и интерес. А почему мы там встречались с дочерью вот этого генерала, который является уже в каком поколении гражданкой Парагвая. Так она вот внешне, она вот русская женщина, но ни слова не говорит по-русски. Поэтому она пытается, вот приходит, видим посол, стучат в эти предприятия, встречалась с нами сенаторами, но она с нами разговаривает уже на испанском. Слушайте, ну давайте представим себя. Вот, и поэтому вот такая же ситуация, и естественно, кроме того, что отец мой был русский, и там даже парламент говорит, что благодаря русским мы сохранили в свое время независимость нашей страны, называют фамилию всех генералов, там даже есть церковь, значит, русско-православная, значит, и приход там свой небольшой есть, но вот когда мы с ней общаемся, она на нас смотрит с удивлением, на меня особенно, еще на кого-то, значит, мы больше носители русской культуры, потому что мы владеем языком. Она уже не носитель русской культуры, потому что есть такая, да, я сомневаюсь, что уже ее дети и внуки, они себя, так сказать, ассоциируют именно с русским миром, с русским характером, с русской культурой. Так же из бурятов произойдет. Мне, если ты будешь бурят, но ты уже не будешь ассоциировать себя как представитель бурятского, потому что ты не знаешь просто языка. Поэтому сегодня, когда мы говорим о сохранении языка, мы говорим о том, что буряты сохранились как народ, идентифицировали себя как народ, если он знает свой язык. Поэтому сегодня, когда, но это идет как бы на уровне патриотическом, на уровне поддержки органов государства власти, вот здесь, в Агинском, Бурятском округе, опираясь на поддержку и органов власти в республике Бурятии и тех институтах, которые существуют, понимая то, что если мы сохраняем бурятский язык, мы сохраняем тем самым бурятскую культуру, а в итоге мы сохраняем свой народ для будущих, так сказать, поколений. Но и это очень важно с точки зрения сохранения российской государственности на этой территории. Я думаю о том, что у нас даже конституция написана, мы многостанальный народ России, имея в виду то, что Россия – это действительно не только один русский народ, это величие и многообразие красота России, в том числе и его многообразие. Я помню, как-то тоже, встречаясь с иностранцами, мы сидим, российский сенат, я же чуть-чуть сказал русский, ну, церебезжал все русские, значит, да. Он долго на меня смотрел и не мог никак вот понять, значит, вот он сидит, русский сенат, а так здорово от них отличаясь. И у меня как-то деликатный решил выяснить, откуда я вообще-то, а это была делегация с, по-моему, с Чили, что-то такая, значит, да. Он так на меня смотрел, смотрел, значит, потом скажите, пожалуйста, а какие у вас фольклористические корни, и что такие, ну, я ему начал отвечать и рассказывать, но для него трудно доходило, откуда я вообще, значит, ну, Байкал, никто даже Байкал толком не мог, вот говорю, Монголия, они сейчас начнят по ней, вот я говорю, а, да, Монголия, он так удивлен, по-моему, так и не мог понять, почему Монгол, он должен быть российским сенатором, у него понимаешь, что все русские, а тут вот сильно отличается, к сожалению, такое вещи есть, да. Ну, я вот еще все-таки хочу прийти к этой мысли про то, что Россия формируется из, ну, во-первых, разных народов, да, из разных территорий, просто когда приезжаешь на территорию Агинского, Бурятского округа, ты попадаешь немножечко в другое смысловое пространство. Оно для меня, для человека русского, для человека немножко торопливого, для человека, который живет в Чите, это пространство большего спокойствия, это пространство другой культуры, это пространство, где можно выдохнуть, это пространство, где можно погрузиться в себя, и для меня это тоже очень важно, для русского человека, для меня Агинский округ на территории Забайкальского края, это часть Забайкальского края, которая делает его прекрасным. Вы знаете, я вчера слышал другое, так сказать, выражение, значит, Забайкальский край без Агинского, Бурятского округа, это Чеченская область. По большому счету так. И для меня, как для жителя Забайкальского края, очень важно, чтобы эта бурятская идентичность сохранялась на вот этой территории Агинского, Бурятского округа. Мне от этого в том числе здесь хочется жить, и это очень важно. И я, честно говоря, специально в очередной раз возвращаюсь к этой теме, ну, сейчас через инструменты от коллеги, условно, чтобы руководителям в Чите донести эту важность, важность сохранения вот этой идентичности. Вы знаете, Андрей, я сразу вас перебью, я прошу прощения, значит, вот все руководители, вот это не политика, это правда. Вот это очень конкретно, я говорю, как не сенатор, а сейчас я говорю, как бурят, если уж на то пошло, значит, все руководители края всегда относились и относятся, слава богу, хорошо к Агинскому округу. И сохранение бурятских идентичности, вот все, вот все. Вот я помню, и Генниатуллин, и Ильковский, и Наталья Николаевна Жданова, и сегодня Александр Михайлович, они всегда относятся к Агинскому округу, к людям, которые здесь живут, надеюсь, да, буду говорить за них всех, пусть меня простит, мои земляки, значит, относятся вот действительно со вниманием и с пониманием о том, что это действительно своеобразная национальная культура, к которой надо относиться, ну, как минимум, с уважением. А как максимум, конечно, надо помогать в этом вопросе сохранения того же языка и национальных видов культуры и так далее. У меня это на самом деле не вызывает вопросов отношения руководителей региона, потому что я знаю, что есть у многих людей непонимание, зачем Агинскому округу этот статус единицы с особым статусом. А видите, люди же, к сожалению, в эпоху каких-то рыночных отношений, да, начинают мерять все в рублях, в цифрах каких-то, это неправильно. Значит, статус Агинского и Борецкого округа не в том, чтобы больше дадут, допустим, Агинского округа денег, чем Краснокаменскому там или другому. Статус его заключается в его наполняемости, содержательной работы, которую здесь должна вестись с органами государственной власти, в том числе сохранение языка. Вот для чего существует администрация округа? Вы помните, два года тому назад я поднял этот вопрос здесь и вызвал определенную, как сказать, волну. Я сказал, в том виде, который существует администрация округа, она никому не нужна, как дублилищий орган правительства Забайкас-Край. Поэтому для администрации округа должны быть определены конкретные две основные стратегические направления. Это сохранение развития национальных видов хозяйства, если быть точнее, это всеодство, поддержка, это нужно всему Забайкалю, нужно Агинскому, Бурятскому округу и так далее, сохранить тех традиций, которые были здесь всегда сильными, если хотите, на генетическом уровне. И второе направление работы администрации округа – это развитие и сохранение бурятской культуры в широком смысле, в том понимании, которое не только танцы, песни, йоху на площади Леина по праздникам, а более глубокого смысла, в том числе и книги изданий, в том числе поддержка развития института, в том числе, если хотите, популяризация бурятского языка, чтобы у детей наряду потребности хорошо знать бурятский язык, у него возникало огромное потребность знать свой родной бурятский язык и гордиться тем, что он знает свой родной язык, знает свою историю и знает все нюансы своей культуры, именно понимая того, что он знает язык, он является носителем языка, а значит, как вы правильно сказали, называется носителем и культуры бурятского. Вот в этом отношении разговор и шел. Вот что такое особый статус? Понятно, что он требует какого-то другого подхода, специфики, но ни в коем случае от того, что мы должны получать где-то больше денег, как метро пытались, да, чем для чего там объединялись, значит, да, вот эти вещи, чтобы там какие-то дополнительные какие-то преференции были. Дело не в этом. Ведь я полностью согласен, еще раз хочу, чтобы вроде бы шутливо в форме это сказано, то, что Безагинского бурятского округа – это не Забайкальский край, это Чеченская область. Вот эта красота и специфика, то, что есть округ в центре Забайкальского края, это вот изюминка. Вот недавно, вот мы были с вами сейчас в Датсане, да, лама мне рассказывает, что приезжала группа слушателей Российской академии народных хозяйств и государственных служб. И они побывали в Чите, там провели какие-то мероприятия, были в Агинске и зашли в тот храм, где мы дали Будды грядущего, но они говорят, да, мы не ожидали увидеть здесь вот такую Будды, такую статую, как она сохраняется, и этот Датсан и так далее. И у них сейчас, как они уезжают отсюда, в Забайкаль, туда, в свои регионы, в Москву, у них же в памяти вот эта картинка сложилась, Чита, Забайкаль, Агинский Датсан, где много бурятов, значит, тут лица ходят. Я же видел, однажды пригласил своих друзей, военных, кстати, кто недавно приехали служить здесь, в Забайкалье, я помню его выражение на борцовский турнир, в сервисе турнир на празднике Героя Совета Союза Базара Нчино. Там тысячи с чем-то человек сидят, а он сам русский, приехал оттуда где-то с юго, значит, да, он зашел, он так посмотрел и, видимо, никак не мог понять. Кругом на него смотрят более тысячи таких монгольских, бурятских лиц, и для него это было определенно культурный какой-то, то ли шок, то ли удивление, что он привыкли, что другие лица были. Но были там где-то вкрапления, два-три азиатские лица, а тут тысячи человек сидят, и все на одно лицо, наверное, его выражение, он так смотрел, это было полное, так сказать, удивление. Это же красиво. Вот в центре, и люди сегодня, которые к нам приезжают и бывают в Агинске, видят о том, что именно своеобразие, красота Забайкалья заключается в том, что действительно, что здесь есть такой территория уникальная, я бы сказал, нет уже, это не в Амурской области, нет же, не в Хабаровском крае, нет даже, я не знаю, там где-то в центре России, тем более в Диме-Забайкале, где компактно живут Дагинские буряты, но есть такая территория, где ведется работа по сравнению языка, культуры, где можно пройти по улице, значит, и увидеть столько лиц в Диме-Азиатской, да, это же очень интересно, как я помню, однажды в молодости я встречался с одним нашим известным борцом, он был где-то на соревнованиях в человеческое время в Алма-Ате, и он говорит, слушай, как здорово, говорит, в Алма-Ате, а что там, красиво, год, не, на улице ходят не буряты, ходят. Слушайте, ну вот мы сегодня с вами часов шесть, наверное, уже провели, вы постоянно переключаетесь, я заметил, да, в общении с земляками, с русского на бурятский, вам комфортно говорить и на обоих языках абсолютно, да, совершенно спокойно, спокойно, вот вы когда домой приезжаете в Агинское, вы больше на русском или на бурятском говорите? Я даже не замечаю, не замечаю, да, не замечаю, а вот я когда нахожусь в Москве, где-то мы собираемся с земляками, я стараюсь специально, давайте будем разговаривать на бурятском, это же здорово, сидеть в Москве где-нибудь, да, и между собой разговаривать на бурятском языке, и вы так делаете? Иногда так делаю, вот стараемся именно разговаривать только на бурятскими это и практика а бывает что вы попадаете находитесь компании бурят среди которых бурят и есть который не знает бурятска лишь конечно часто такое бывает ну несчастно бывает это те особенно те ребята которые выросли в городах или за пределами республика там в бурятии лиогенского для сколько жили вот такой в другой национальной среде русской естественности то есть вы видите что это не вопрос возраста скорее вопрос того где человек вы желаешь вот если есть потребность вот здесь и жевелаги musician мозгов на родном языке все понимаю почему не нашговородный скейли в деревне вот поедешь я вот когда свою начала трудовые дети что это был правом львов野 сюда рта это буряцко село там даже русские семьи ты разговаривали на буряцком языке علector да конечно у нас полно таких примеров когда русские сними живут среди бурят и дети учиться разговорить не очень способ потребуется разговаривать на буряске языке со своими сверстниками понимать и когда приехал а я вырос в русской среде не может быть где-то в разговорной речи допускал какие-то неточности да ну как бы вот так бывает часто русское слово когда как будто по-буряске добавляешь там какое-то там удаление или где-то окончание вроде как ты по-буряске сказал да вот и надо мной эти дети смеялись то что я говорю стадо говорит чтобы лишь привыкли общаться по буряске изучает буряске язык сколь а его не изучал не просто бы того язык был я говорю так не так надо бы хихих я старался даже по буряске не горит в их присутствии то что они великолепно владели вот именно разговор на буряске речь еще изучали школе буряске язык буряске литература я вот еще не к сожалению смог вот сейчас здесь в одинских школах буряске язык это но факультативно условно кто хочет отучить в принципе так но у нас есть специальные программы где его допустим агинская средняя школа номер один она считается вот именно по программе для обязательно изучать буряске язык но русские дети учат буряске есть такое я помню не знаю не знаю вот честно говоря не за может быть учиться особенно в селах но это же не обязательно не обязательно да поэтому еще это личная нагрузка иногда а дети же тоже к сожалению так говорим и зачем личное задание понять сидит на личном уроке еще какие-то вещи есть но сейчас я знаю что после вот первую школу буряске язык и так далее где есть стараются значит чтобы учить старались учили и знать язык и иногда бывают такие случаи что ребятишки в сайте когда идут они вот дома еще знали язык саде приходит а там программа все построено на русском языке они забывают буряске язык приходит школу и специальные родители стараются чтобы он за что они как иностранно начинают учить буряске за основу с ними надо разговаривать дом еще на буряске языке и в этом отношении роли вместо семьи родителей чтобы ребенок знал буряске язык а в перспективе по большому счету если они стараются чтобы твой ребенок говорил на буряске они сохраняют свою культуру широкой смысле эту слову а если быть более точнее сохраняет свой народ как именно буряске народ да но и слушайте но любой там условно второй или третий язык это же интеллектуальная еще работа для того чтобы учить его знать это просто круто я пони я так полагаю что просто но говоря современным языком прикольно говорить на родном языке да я вот я даже шутку говорю так свои внучки которые мне москве она старается тоже более слова как давай мы с тобой а старше что она школьница уже естественно там сутра до вечера сейчас она так болячий язык практически не знает толком да и родительство это выместо будем разговаривать на буряском да вот мы с тобой будем разгадать они никто из нас не будет помять о чем мы с тобой разговаривать Это же здорово, говорю, она так на меня восхищенными глазками смотрит, я ей 6 лет, я думаю, ей так эта идея понравилась, потому что мы иногда с женой разговариваем на бурятском языке, а внучка уже это, не понимая всех тонкостей, значит, ну вы опять по-бурятски типа разговариваете, а я внучка, давай, у нас будут свои секреты, никто не будет понимать, о чем мы с тобой договорились, мне глазка так это почувствовала, как разговариваю, и бурятск появился, это, конечно, круто. Барь Бориславович, спасибо вам за ту работу, которую вы и ваши коллеги проводили многие годы по сохранению бурятской культуры на этой территории, это очень важно, я повторюсь, и для округа, и для Забайкальского края, теперь для всех, для нас, вот, я… Я бы еще сказал бы, Андрей, знаете, вот, дело не только в языке, да, вот, допустим, мы начали культивировать и впервые провели в 2005 году большой только семенал, собрали тренеров, специалистов по бурятской борьбе со всей этнической, как я говорю, в Бурятии, то есть этнический, имею в виду, где живут буряты, и в Иркутской области, и в Бурятии, и в районах Четинской области и так далее, где мы обсуждали вопросы, утверждение единых правил по бурятской национальной борьбе. По сути, мы выработали общие, так сказать, принципы, которые затем, вот, маленькими какими-то нюансами, они потом распространились по всей Бурятии, там, большую работу проводят и хамбалома, дамба и ушей, вот, по пропаганде немного отличается от наших правил, но в любом случае я начал привычать, что это вот танец, орла должен быть, значит, обязательно какая-то обувь должна быть, да, специальная, это тоже вклад в развитие именно бурятской культуры на новом этапе, да, то у нас очень сильные в округе были и есть конкурсы художественной самодеятельности, начиная вот со школы, потом мы начали восстановить вот эти конкурсы художественной самодеятельности среди сел, сел, и мне потом рассказывают, говорят, люди с удовольствием приходили в Дома культуры и готовились к вот этому конкурсу художественной самодеятельности, в том числе в бурятской песне, языки, вернее, в бурятской песне, стихи, танцы, все вещи обучали вот это была целая работа в этом направлении только вот язык это в широком таком смысле и свое время был ансамбль амарсен его до нас еще создавали в этом году кстати 30 лет ему будет я тогда волевым решением посоветовать с коллегами два раза повесили зарплату артистам которые работают данном отца что привлечь хороших специалистов удалось удалось и ансамбль тогда мы подняли я помню прямо желающим буду из бурятии лаунды переехать работать нашему ансамбле амарсен это было действительно бы тоже краеведческий музей да он был такой деревянное здание начнем и потому это же тоже история народа принято к решению построили крови красиво краеведческий музей которого стоит сейчас центре поселки очень много помогали буддистской религию восстановление сохранение оставляться буддиста сам что тоже ческать естественно мы тоже зашивши шли на это осознанно не выделяли деньги помогали контролировали курировали проводили торги и строили вот эти вещи поэтому я думаю что действительно вот поглядя сейчас назад осмысливая мы достаточно провели содержать на работу по сохранению буряской культуре вот в широком смысле не забывали про русскую культуру вот мы мы проходили сейчас церкви да там же очень интересная история советское время бы это был кинотеатр а потом как-то мне пришли сообщение наши православные пришла что он без вас мы не сможем его реставрировать и я тогда с коллегами принял решение давать ему поможем мы помогли очень мощно значит его сдавающих обзорном подкоре даже лужков помог сусанин золотом который вообще с купола красиво смотрятся на мою восстановить это церковь и пошел центра пошел красивой церкви малаги вот забыкать увидишь наверно да но это мы тем более нас истории когда мы его восстановили владыка приехала его освещать и оказалось а то что данная стерка была впервые ощущена 1905 году и мы его восстановили осветили зона через 100 лет 2005 году вот что это это умение с уважением относиться менее вот а то что нужно через 100 лет это символ на я об этом речи да я как бы всех кто живет и в чете и других районах забайкальского края хочу еще раз вам напомнить что в сердце в географическом сердце забайкальского края есть прекрасный агинский бурятский округ сюда очень круто приезжать я вот говорю как ну не знаю как как обыватель как турист наверное я очень люблю сюда приезжать мне очень здесь нравится я люблю агинский датсан я очень люблю цугольский датсан это такое ощущение что попадаешь немножечко в другой мир а но это не само по себе конечно происходит это результат некоторой работы которые проводят власть на этой территории а который поддерживает люди которые здесь живут и вот этот агинский бурятский округ это составляющая часть нашего забайкальского края без которой этого забайкальского края просто не было бы поэтому приезжайте наслаждайтесь этой красотой наслаждайтесь этим спокойствием таким восточным наверное спокойствием до буддийским спокойствием это невозможно передать словами для этого нужно зайти в буддийский храм который стоит очень красиво месте. Амедхаша называется? Амедхаша. Пообщайтесь с ламами в этом прекрасном датсане. Пройдитесь по центру Агинского. Это очень красивый поселок. Прекрасный Агинская. Вообще-то, по большому счету, забайкальской российской степи. Баир Байскланыч, вам спасибо еще раз за то, что мы имеем такую возможность. За то, что здесь стоят красивые храмы. За то, что люди здесь говорят на бурятском языке. И за то, что люди хотят здесь жить благодаря этому. В том числе. Вам тоже спасибо. Я вот можно еще пару слов скажу. Знаете, отношение к Агинскому округу, по большому счету, она добрая. И мы тоже по-доброму относимся к нашим соседям, друзьям, которые живут за пределами округа. Независимо, допустим. Я буду говорить какие-то немного пафосные слова, но это действительно так. Мы чувствуем доброе отношение. Огромное количество людей, которые живут рядом с нами, в Чите. с большим уважением и бурятской культуре, людям бурятской национальности. Это очень важно. Относиться с уважением к людям другой национальности. Это очень важно. Это один из, я бы сказал, основных таких фундаментов сохранение и будущего, и нашего общества, а по большому счету нашего российского государственности. Без этого нельзя, потому что мы многонациональное государство. И здесь только вместе, только относясь, прежде всего, с уважением друг к другу. Это очень важно. Это очень важно. Спасибо. Спасибо вам за то доброе отношение к Кагинскому округу, Андрей. Я знаю, что вас многие здесь знают. Я об этом мог сегодня даже убедиться. Значит, читают ваши материалы. Это не реклама, это действительно так. Поэтому, спасибо вам за доброе отношение к нам и к людям, и к нашему округу. Я очень люблю округ, очень люблю забывать. Спасибо. До свидания. До свидания.